МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Всем привет! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, сегодня здесь прожарка Миша Лилустяна. На самом деле прожарка это самое современное и самое защищенное шоу, которое невозможно запретить. Потому что для этого надо найти офис ТНТ-4. А офис ТНТ-4 каждый раз в новом месте. В зависимости от того, на каком автобусе сегодня катается генеральный продюсер. Итак, сегодня мы будем жарить Мишу Галусяна. Он слышит ваши хлопки. Как актер, он находится где-то между Брэдом Питом и Подосиновиком. Многие знают Мишу по роли, где он спит, а потом его будят. И говорят, Ержан, вставай, салам алейкум, на работу пора. У Миши, кстати, скоро выйдет фильм, где он играет графа Дракулу. Судя по трейлеру, на протяжении всего фильма он будет сосать бюджетные деньги из фонда кино. Также Михаил ведущий шоу «Русские не смеются». Михаил в этом профи, ведь он до этого уже снял несколько десятков фильмов и сериалов, где русские не смеялись. Я рад представить вам нашего супергостя! Михаил Галусян! Миша, привет! Привет, брат. Прошу, присаживайся. Привет, здрасте, здрасте. Да, прошу, Миша, это самое скромное, что мы смогли найти. А зачем такое кресло? Ну, моя вечная проблема. Смешно, вот ты в начале вот все это говорила. Ну, там были какие-то, да, шутки. Ну, есть смешные там. Есть смешные. Я хочу рассказать немножко про тебя, как актера. Чтобы сняться в фильме «Таксист», Роберт Де Ниро устроился работать таксистом. Чтобы сняться в фильме «Марафонец», Дастин Хоффман жил на улице. Чтобы сняться в фильме «Бабушка легкого поведения», Михаил Галусян не читал сценарий. Миш, сейчас я тебе представлю наших прожарщиков, а ты просто улыбайся и делай вид, что тебе нравится. В общем, чувствую себя снова как со ведущим Бузовой. Аплодиспенты. Настя Веневитина. Все дети в детстве любят засунуть себе в нос монетку или пульку. А Настя смогла бильярдный кий. Скромный, интеллигентный, смешной и симпатичный. Как только не называл себя Сергей Матросов, но люди были уверены, что он хер с горы. Сергей Матросов. Дальше, Роман Косицын. Здрасте. Вот как выглядел бы Галустян, если бы зарабатывал 4 тысячи в месяц. Дальше, Марк Сергеенко. Марк был очень сильным в детстве. Один раз он раскачал и опрокинул банку, в которой лежал. Собственно, так он избежал с консткамеры и приполз к нам. Игорь Жибраилов. Если ночью перед вами откроется лифт, и там стоит он, не пугайтесь, он просто не знает цифры. Ну и Андрею Бибрюшвили. Аплодисменты Андрею. Его глаза прекрасны и полны жизнью. Жизнью из его же мошонки. Первый прожарщик это Настя Веневитина. Перед тем, как Настя выйдет. Настя заключила контракт с властями Египта, что после смерти они могут забрать ее нос для восстановления сфинкса. Настя Веневитина! Я сегодня одна девушка. Сижу на диване в окружении пяти мужчин. Это могло бы выглядеть, как начало какого-то порно-ролика, если бы существовала категория «блевануть в конце». Марк поставил себе виниры, но прикол в том, что они даже не белые. Это как если бы я сделала себе ринопластику, но нос стал как у Джибраилова. Сергей Матросов выглядит, как Капитан Америка до укола. Я пять лет назад была влюблена в Бебру, это чистая правда. И в этом году у нас произошел мэтч в Тиндере. И маленькая Настя внутри меня такая, «Вау, круто, наконец-то!» А взрослая такая, «Блин, надо было как телка регистрироваться». Ну и давайте перейдем к нашему гостю. Это Михаил Галустян. Михаил очень серьезный артист. Он всегда под охраной. Сзади него обычно два телохранителя, а на пупке пуговица, готовая в любой момент выстрелить. Галустян, чтобы вжиться в роль кунг-фу панды, поправился. И только потом узнал, что надо будет озвучивать. Миша было очень тяжело вжиться в роль, потому что, в отличие от него, панда только наполовину черная. Для меня вообще, знаете, странно сегодня видеть Мишу на прожарке, потому что, ну, он весь такой положительный. Мне кажется, он даже не дрался никогда в жизни. Если ему в живот ударить, он уже скажет, «Я люблю тебя». Миша всегда выглядит так, как будто только что в торговом центре снял себе голову ростового медведя. Галустян в одном интервью признался, что у него дома есть огнестрельное оружие, а еще он всегда с собой носит нож. Видимо, это на тот случай, если на него в темном переулке нападет человек с хорошим сценарием. Миша ведет шоу с Олей Бузовой. Со стороны выглядит так, как будто на Дом-2 приехал специалист по костру. Миш, я готова тебе простить все твои песни, все твои фильмы, но одну вещь я не прощу никогда. То, что мой отец до сих пор в 60 лет иногда говорит, «Носяльником она». Папе привет передай. Так что спасибо. Спасибо тебе большое. Чистая правда, я вот когда сейчас увидел Настю и Мишу рядом, я понял, что ее нос это всего лишь чехол для твоего. Настя, давай выключай. Все равно смешнее Матросова уже никого не будет. Марк, а ты меня любишь? Да. А почему тогда не покупаешь мне стиральную машину? Я уже устала ходить на речку и бить одежду об камни. Я уже все решил. Я купил нам домой камни. Не надо никуда ходить. Откуда у нас появились деньги на камни? Да, у нас теперь есть кредитная карта 110 дней от Райфайзенбанка. Теперь мы купим робот-пылесос, чтобы в нашей умной колонке было с кем общаться. Да, ведь у карты большой беспроцентный период до 110 дней. Бесплатное обслуживание и возможность снятия наличных до 50 тысяч без комиссии. Ура! Так мы сможем позволить себе отдых в Сочи, а не в Турции. Марк, тебе не кажется все это странным? То, как мы живем, что мы сейчас вместе в кровати, мы даже не настоящая семейная пара. Все нормально, мы же в рекламной интеграции. Теперь понятно, почему я перед сном три часа окрасилась. А как ты понял, что мы в рекламной интеграции? Ну, в отличие от тебя, я вижу дальше своего носа. И что дальше делать? Сейчас зазвучит голос диктора, и мы под него уснем. Откройте кредитную карту 110 дней без процентов по ссылке в описании. Потратьте тысячу рублей до 30 ноября, и они вернутся обратно. Дальше к нам придет Сергей Матросов. Серегу не зовут к Дудю, потому что кроме дрочки про него больше ничего не спросишь. Ну, тоже неплохо. прошу, Сергей Матросов. Рома, Косицына, а что это у тебя постоянно пахнет потом? Из-за того, что ты постоянно пыжишься, чтобы остаться на ТНТ? Так, Марк, Сергеенко, а что ты здесь делаешь? А кто сейчас переводит через реку смерти? Настя Веневитина слышал, что ты летом скинула 7 килограммов, а зачем обратно нос пришила, я не понимаю. Миша Галустян, ребята, с нами сегодня. Конечно, очень сложно прожаривать маленький волосатый лучик света. Вообще, на самом деле, я не думал, что когда-то окажусь вот так вот рядом лицом к лицу с коротом из чешского мультика. Блин, классный мультик был, реально. Удивительный факт, на творчестве Галустяна выросли все, кроме Галустяна. Кстати, Мартиросян продюсирует клип Галустяна, потому что Миша с Мартиросяном на короткой ноге. Ну, Миша со всеми на короткой ноге, такие уж у него ноги, что тут говорить. Значит, Миша, ведущий нового шоу «Звезды в Африке», там звезды терпят различные испытания, например, смотрят Мишины фильмы, когда участнику тяжело, он может крикнуть «Я звезда, заберите меня отсюда». Я, кстати, так закричал на предпросмотре фильма «Графа Дракулова». Я знаю, Миша, ты можешь сказать, что не такая я уж и звезда, но и «Граф Дракулов» не такой уж и фильм, если честно. Значит, во время съемок Мишиных клипов под танцовки включают другую музыку. Я объясню, почему меня так бесит твоя песня. Просто я работаю ведущим на свадьбах. Однажды у нас три раза подряд заказали «Уай, мама, кто это?», и мы аж три раза подряд ее не включили. Короче, Миша и сам работает на свадьбах за 4 миллиона. 4 миллиона за свадьбу? Что ты делаешь за 4 миллиона на натуре? Не включаешь свои треки? Соболев, он на свадьбах стоит 600 тысяч. Ох уж это ваша лепреконская тема мешочки с золотом таскать. Я в шоке. У тебя 12 миллионов подписчиков. 12 миллионов. Конкретно я твой подписчик. Я комедий батл выиграл, у меня знаешь сколько подписчиков? 4 тысячи. 4 тысячи. И то я их, чтобы удержать, иногда твою фотку выкладываю. Давай, Миш, мы с тобой оба комики, мы должны друг другу помогать, правильно? Короче, это, давай ты, значит, репостнешь мою запись к тебе в сториз. А я тоже репостну твою запись к тебе в сториз. Понимаю, мое предложение тебе может показаться сомнительным, но не твоя ли эта фишка соглашаться на сомнительные предложения, а, Миш? На самом деле, Миш, спасибо тебе большое за все эти потрясающе смешные моменты, за бабушку Сирануш, Гадя Петровича Хренова, как ты на носочках до писсуара дотягивался, час назад вот буквально. Так, следующий, кто будет миштя прожаривать, это будет Роман Косицын. Хочешь прикол? Вот ты называешь фамилию какую-то, или кто выходит и шутит про кого-то, я поворачиваюсь и ищу, кто как реагирует, чтобы понять, про кого идет речь вообще. Роман Косицын, и смотрю, кто он, а, вот, вот, Роман Косицын, все, теперь я понимаю. А почему про тебя говорят, что ты пидор, ты же не пидор? Роман Косицын? Да нет, бебур. Я не знаю, я не знаю, что это просто так говорят, просто созвучно, бебур и пидор, поэтому, я не знаю, почему. Вот реально, они все через один говорят, что ты, типа, намекаешь, что ты гей. Больше всего это без твоего парня. На самом деле, здесь все держится вот на вот этих вот штуках, потому что мы на самом-то деле все абсолютно одинаковые. Кроме бебура, он пидор. Ну, а сейчас к натуралам. Роман Косицын! У нас сегодня в гостях Настя Веневитина. Настя не зачесывает волосы назад, потому что она будет похожа на Казанову из Улиц Разбитых Фонарей. Вспомнил этого человека. Когда парень целуется с Настей, выглядит так, как будто он пьет из-под крана. Ладно, хватит, это все шутки. На самом деле, я искренне считаю Настю одной из самых красивых сексуальных ворон в мире. Бибу Решвили с нами. Так. Андрей принимает активное участие в борьбе за права. Он еще до Black Lives Matter стоял на коленях, перед афроамериканцами. Однажды Андрею очень повезло. Его укусила медуза, и на него поссали бесплатно. Так, с нами Марк Сергеенко. Марк, вот он, давайте поаплодируем. Марка Сергеенко перепутали в роддоме, поэтому его настоящие родители выкинули в мусорку чужого ребенка. Что за жесть вообще? Готовься, Миша. Ты все равно меня не запомнишь. Посмотрите на Марка Сергеенко и представьте, это самый сильный сперматозоид его отца. Просто мне кажется, что перебраться из раковины в вагину нужны силы прям. Знаете, чем отличается Сергей Матросов от телевизора? У телевизора есть яркость. Игорь Джабраилов сегодня с нами. Игорь. Если голову Джабраилова пересадить Илье Соболеву, получится полноценный гном. Давайте забудем ненужных людей. Миша Галусян сегодня с нами. Давайте поаплодируем. Я бы сейчас мог накидать кучу тупых поверхностных стереотипов о кавказцах, но я боюсь. Боюсь, что Галусян все запомнит и сделает из этого клип. Немного об авторских способностях Михаила. В 2008 году Миша придумал образ Жорика, а в 2019 образ Супер Жорика. Он за 11 лет придумал одно слово, прикиньте. Я могу сэкономить тебе 11 лет. Супер Пупер Жорик, прикинь. Или ты тогда еще придумал Супер Жорика, но подумал, бля, разъеб. Но люди еще не готовы. Так, кстати, если вы не слышали треки Супер Жорика, их легко найти. Открываете Шазам, рыгнули, вот они, пожалуйста. У Миши есть достижение в кинематографе. Фильм Карлсон заработал 6 миллионов просмотров у Бэт Комедиана. Миша, ты принципиально снимаешься только в тех фильмах, которые будут показывать в междугородних автобусах. Расскажи мне, пожалуйста. Миша, ты в курсе, что если твои выступления проходят в театре, это еще не делает тебя актером театра? Ну, в плане, я иногда выступаю в кафе, но я же потом не говорю, я повар. Я тут прочитал, ты в 2011 году поступил в Московскую юридическую академию имени Кутафина. Ты юрист, Миша? Я просто тоже юрист, блин, ну, ты коллега мой, получается. Прикиньте, Галусян адвокат. Мне кажется, твои клиенты единственные, кто будет говорить, лучше бы Пашаева взяли. Это... Ну, я не хочу, чтобы меня защищал адвокат, главным аргументом, которого было прошу понять и проси, пожалуйста. У Миши на запястье есть татуировка с инициалами, его МГ, но на самом деле это клеймо. Так Мартиросян Гарик обозначает свою продукцию. Такое же клеймо есть на Жоке в Берешвиле. Так, я че такой злой, Миш? Я хочу рассказать честную, настоящую историю. В 2009 году в Воронеже я был начинающим комиком, как и сейчас. и... и... И в какой-то момент в заведении, где мы выступали, организаторы решили привезти вас со Светлаковым в шоу «Наша Раша». Билеты стоили по 10 тысяч рублей, но их перепродавали в три дорога. И собрались самые влиятельные люди в Воронеже. И все, 20 минут вы должны уже как выйти, вас нет. 40 минут должны как выйти, вас нет. народ уже злой, а вы сидите в Воронеже в гостинице, потому что вам не передали вторую часть гонорара. И все уже, а народ просто хочет рвать и метать настолько он злой. Миш, угадай, кому доверили право выйти объявить, что вы не выйдете. Тебе когда-нибудь одновременно стволом угрожали мэр города и смотрящий? Я выступал и понемногу откладывал, и поэтому вот вторая часть гонорара, она здесь. Воронеж, 22 февраля, ресторан, проспект. Ты должен будешь час показывать нашу Рашу. И мне, что рядом нет Светлакова, справляйся один, потому что я тогда один все показал. Все, спасибо большое, что пришел, очень приятно. Спасибо. Кстати, Рому взяли в стендап на ТНТ, потому что зрителям нужен комик, на котором нужно сходить пописать. Всем здравствуйте, я Грета Тумблер. У меня есть для вас важное сообщение. вы все знаете, что я посвятила всю свою жизнь войне против пакетов. У меня даже есть пуля в левой груди после нападения на фабрику пакетов в Индии. После моей войны с пакетами мир стал намного чище. Корабли перестали тонуть, сталкиваясь с айсбергами из пакетов. У черепах в желудках больше не находят пакеты. Теперь их гораздо проще готовить. Немного жизнь и ухудшилась. Например, продукты из магазинов теперь нужно пинать до дому ногами. Или дети катаются на горках, садясь на других детей. Но я должна признаться, один пакет человечеству нужен. Да слушайте, этот пакет провоцирует глобальную выгоду. С подпиской пакет вы возвращаете до 10% стоимости покупок в магазинах пятерочка и перекресток. Вы сможете пить чай или кофе каждый день за счет пакета. Появятся бесплатные доставки, дополнительные кэшбэки и многое другое. С подпиской пакет все выгодно сложится. А зрители, которые воспользуются промокодом до 30 ноября, получат подписку на весь месяц за 1 рубль. приближается выгода. Нравится вам это или нет? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас к нам выйдет Марк Сергеенко. Если граф Дракула выпьет его кровь, то у графа будет понос. Встречайте. Марк Сергеенко. АПЛОДИСМЕНТЫ Я там 500 рублей оставил. Надо убрать. АПЛОДИСМЕНТЫ Миш, знакомься. Настя Веневитина. Подарок для тебя. Кивин в стрёмном. АПЛОДИСМЕНТЫ Миш, я рад, что тебя позвали. Ведь прожарка стала однообразной. То какие-то музыканты, то юмористы. Наконец позвали кого-то не связанного с этим. Просто богатый армянин. У клипа золота супер-жорика 124 миллиона просмотров. Ну, тут в целом понятно. Допустим, все твои родственники посмотрели, но откуда ещё миллион? Миш, я гораздо счастливее тебя. Да, ты богаче, ты успешнее, но ты никогда не узнаешь, что такое прокатиться на взрослой горке в аквапарке. АПЛОДИСМЕНТЫ В интервью Миша говорил, после того, как я переболел ковидом, долгое время было сложно думать, придумывать что-то интересное, работать над собой. Миша, кстати, первый человек, который переболел ковидом в 2006-м. Недавно я прочитал, что ты выиграл суд у Сарика Андреасяна и потребовал вернуть долги. Сука, это всё ещё и в долг? В одном интервью ты сказал, что жалеешь о том, что снимался во всех этих фильмах на кинопоиске и увидел, что скоро у тебя выходит фильм «Граб Дракулов». Я долго думал, что тебе подарить и решил, что это будут грабли. Я смотрю на Мишу и понимаю, что мы его хейтим за то, что нам не предлагают всё, что ему. Сыграл бы я графа Дракула? Да, конечно, сыграл бы. Кстати, я даже лучше Миши подхожу, посмотрите на него, что это за вампир, который женщину в пупок кусает. Ну, мне просто не предлагают. Мы все тут хотим, как Миша, сидеть в кресле и слушать, сколько много мы заработали на дерьмовом фильме. Прикиньте, тебе платят 300 тысяч за смену. Да мне вообще посрать было бы, что там бэткомедия, она не понравилась. Я бы сидел возле телека и такой «Соси! Как нам тебя плохая комедия? Соси!» Вообще у меня нет вопросов, Миш, к тому, какой ты актер, но у меня есть вопросы к тому, что ты за человек. Ну, ты, наверное, не помнишь. 2004 год, Азовский дом культуры, мы с мамой приехали на концерт «Утомленных солнцем». И я очень любил тебя и мечтал сфотографироваться с тобой. И после концерта я подошел к тебе, попросил сфотографироваться, и ты сказал, «Не, я фотографироваться не буду. Давай лучше я дам тебе автограф. Ведь через много лет ты сможешь его продать». Ну, я тогда чуть не расплакался. Ну, просто «Автограф, Миш, ты что, возомнил себя Майклом Джексоном? Да у тебя от Майкла Джексона только то, что ты сделал больно чужому ребенку». «Ну, серьезно, лучше бы ты меня тогда трахнул, потому что я бы это хоть как-то на пусть говорят монетизировал». «А вот он билет, вот автограф Миши. Я ношу его все эти годы с собой, думаю, ну, ничего, ничего, сейчас Миша стрельнет, сейчас». «Ладно, я понял, ты сам считаешь, что твоя подпись ничего не стоит, поэтому, видимо, ты ее ставишь на всех контрактах, которые тебе предлагают. Но я решил отплатить тебе тем же. Я дарю тебе автограф Марка Сергеенко. Наебу тебя так же, как и ты меня». «Ладно, между прочим, дятлы любят клевать Марка, потому что в трухе обычно много личинок жуков». «Ой, Риддакота у нас в гостях, давайте ей поаплодируем». «Не-не, я просто Риддакота». «Ладно, какой-то варикос Игорь не ходит в горы по двум причинам. Либо люди подумают, что он Йети, и его застрелят. Либо Йети подумают, что он Йети, и его трахнут. Встречайте, Игорь Джабраилов. Завтра собираемся, учимся писать шутки про меня. Секс с Романом Косицыным считается соло. Говорят, что летучая мышца, с которой начался ковид, вылетела из носа Насте Веневитиной. Когда продавец интим-товаров говорит, сейчас посмотрю на складе, он идет и достает пару членов изо рта Андрея Бибуришвили. Вы че? Это шутка не про гомосексуализм, это про дикцию. Спасибо. Это приятно. Потому что члены у тебя в заднице. Андрей ест много ананасов, чтобы было вкусно два раза за день. Здесь получается гей. Ну и наш гость Михаил Голустян, давайте ему еще раз поаплодируем. Миша сегодня опоздал, потому что его сюда прикатил жук-навозник. Да, кстати, у Миши очень заразительный смех. Как член Бибура, только смех. По данным Форбс, Михаил Голустян заработал в прошлом году полтора миллиона долларов. Что абсолютно ничтожная хрень по сравнению с любым другим армянином, который просто занимается асфальтом. Бесконечно можно смотреть на три вещи. На огонь, на воду и как Голустян пытается залезть на барный стул. Миша думает, что вагину называют пилоткой, потому что она всегда на уровне головы. Миша называет свой пенис Индиана Джонс, потому что, чтобы его найти, надо сначала немного поработать мачете. На самом деле Миша очень разносторонний парень. Парень-мужчина. Он любит с друзьями побегать с оружием в заброшенных домах. Хотя до того, как они с друзьями пришли с оружием, эти дома не были заброшенными. Страница Михаила Голустяна на кинопоиске определяется как братская могила фильмов. Есть такое ощущение, что Миша даже когда сыт, получается говно. Станиславский кричал «не верю» еще за 150 лет до старта актерской карьеры Михаила Голустяна. У Моростяросяна отличное зрение, потому что он единственный видит твой талант. Ты очень разноплановый человек, ты снимаешься в кино, ты поешь, в жюри КВН стоишь. Ты участвовал в шоу «Большие гонки», для нас для всех просто гонки. И я хочу сказать, что я тебя очень сильно уважаю, но тебе есть куда стремиться. Ты дружишь с Кадыровым, говоришь с акцентом, носишь камуфляж, а на половину чеченец все равно я. Спасибо тебе большое. Итак, еще в КВН неизвестная девушка говорила, что влюбилась в Мишину Попу. Но прошли годы, она поменяла пол, и вот она здесь. Встречайте, Андрей Баберешвили! Мне не давали спать ваши молитвы. Я пришел сюда по воде из предыдущих выступлений. Итак, я официально хочу сказать, что хватит ставить свечи за то, чтобы я вернулся в прожарку, все. Сбор закрыт. Итак, Настя Веневитина, аплодисменты, прекрасное выступление. Настя обожает ходить в театры, потому что это единственное место, где ей могут дать номерок. Я правда считаю тебя украшением прожарки. И считаю, что шутки про нос уже порядком надоели. У тебя очень красивая улыбка, как минимум. У тебя потрясающий острый язык и ум. У тебя приятный голос и очень красивые глаза. Я понимаю, что шутки про нос надоели, но я только что тебя за него водил. Так, продолжаем шествие по селебрити. Роман Косицын, Роман Косицын, прекрасно выступил. Рома напоминает мне пчелу из бригады, знаете, все время где-то возле белого, но один хрен никто. Мне интересно, он на телеке уже 17 лет, но вообще никто не знает. Рома серьезно болен. Я думаю, что у тебя синдром Александра Асташонка. Это когда на твое имя такая реакция, типа, что-то есть? Загуглийся, загуглийся. Загуглийся. Вот видишь, видишь, это я. Игорь Джабраилов. Игорь дружит со мной уже 7 лет. Я с ним 2. Ну и, ну и звезда сегодняшнего вечера. Михаил Галустян! Тот самый, который сейчас чуть не уснул. Миша ушел с СТС и кинул туда монетку, чтобы вернуться. Но ТНТ, очевидно, кинули монетку побольше. Смотрите, Миша сначала работал на первом канале. Потом на ТНТ. Потом ушел на СТС. Теперь вернулся на ТНТ. Миша, что с тобой не так? Ты что, потерялась? Что такое? Миша был герой моего детства, это факт. А еще герой моего детства был Карлосом. И вы знаете выражение одним выстрелом убить двух зайцев? Я бы даже сказал зайцев плюс один. Недавно мы с Мишей выступали на одном корпоративе. Я со стендапом, но он с фокусами. Показывал, как превратить четыре убогие песни в гору денег. Респект, правда. Миша выступает на всех корпоративах, на которых людям не хватает денег на Реву. У Михаила Галустяна с Артуром Пирожковым. Я осознанно говорю Артур Пирожков, потому что Александр Реву, к сожалению, давно у нас покинул уже. Он был вытеснен более сильной субличностью. Так вот, у Миши и Артура была миниатюра в камеде, где Мишу звали граф Галустякула. У него были племянники Дрочикула и Дракакула. Стоп-стоп, это еще не край. Там же говорится, что он вампир из рода Армякул, у которого большая носакула. Бородакула и волосатая сракула. Номер вышел в 2014 году, и я проверял, если я правильно посчитал. Вам тогда с Сашей было не по 8. Мне кажется, если бы испанцы посмотрели эту миниатюру, они бы сказали, что это больше не наш стыд, это ваш. Михаил, забирайте стыдикулу. Миша очень любит спортивные костюмы, но выглядит в них комично. Просто забавно, как собачка в пуховичке. Хороший вид такой. Хочется взять его под мышечку, стерилизовать. Но что бы тут ни говорили все эти сатрапы, все эти бездари. В твою сторону, да и я в том числе. Ты должен понимать, что ты для нас всегда был иконой. Это факт. Ты русский мистер Бин, лично для меня. Это я говорю чистого сердца. Ты сделал КВН тем, какой он был, а уйдя сделал его не тем. Это реально круто. Ты великий комедийный артист. Я хочу от лица всего своего поколения сказать тебе спасибо за это. Потому что ты реально крутой комик. Спасибо тебе огромное. Правда, эти аплодисменты тебе. За тот смех, за те, что ты даришь там по сей день. И я понимаю, что шутки про нос уже порядком поднадоели. Но я только что тебя за него водил. Спасибо большое, что пришел. Я поймал себя на мысли, что сейчас вот мы сидим, смешим и со стороны. Кажется, что мы выступаем на дне рождения какого-то богатого ребенка, армянина. Ай, это смешно. А у нас в гостях, помимо того, что у нас есть сюрприз, который там сейчас мажет коленем елем, чтобы долго стоять здесь, есть еще кое-кто в зале. Она пришла в поддержку Миши. Ведь в Африке он спас ее от питона. Небольшого питона, торчащего из шорт Миши. Встречайте. Ольга Бузова! Олечка, добрый вечер. Тебе разве разрешено? Разрешено. Все. Привет, Ольга. Вечер перестает быть томным, наконец-то. Рада тебя видеть. Наконец-то зрители посмотрели на сцену. Это, кстати, правда. Такого костюма гемоглобина еще никто не видел. Всем добрый вечер. У нее губы, кстати, из того же материала, что и юбка. Знаешь? Давайте начнем. Я снималась в первом выпуске «Прожарки». И сейчас я смотрела на ваше выступление из-за кулис. Ну, что я могу сказать? Прожарка началась с меня и, видимо, закончится на Голостяне. Вот такой вот путь от красивой девушки до пожилого армянина. Прямо как сексуальное предпочтение Андрея Бебрашвили. Спасибо. Ну, я рада видеть и новые лица. Девчулечка моя. Настя, я понимаю, как тебе тяжело. Ты шутишь, репетируешь, стараешься понравиться зрителю. А звание главной соски все равно у Бебера. Миша Голостяна. Аплодисменты моему соведущему. Да, с недавних пор Михаил стал моим коллегой. Теперь он тоже открывает рот под фонограмму. Миша был звездой на льду. Звездой в Африке. Теперь он звезда в окружении людей без будущего. Олечка, я смеюсь только тогда, когда смешно, честно. Поэтому на своих фильмах ты грустный, да? Мы с Мишей, ведущим нового шоу «Звезды в Африке». Это экстремальное шоу. Самое экстремальное для меня было провести Мишу в чемодане через границу. Вообще изначально на роль ведущего рассматривали Илью Соболева. Но потом продюсеров сломался микроскоп. Илья, не могла не сказать тебе буквально три слова. Иди в очко. Я уже здесь. Вообще, я услышала, что Миша согласился вести это шоу только потому, что ему сказали, что Ольгу Бузову вывезут в Африку и там оставят. Кстати, перед съемками продюсеры подняли Мишу над скалой и сказали, «Симба, это все твое». Мне тяжело работать с Мишей. Когда я надеваю туфли на каблуках, я сразу теряю его из виду. Давай покажем. Вот, это что-то интересненькое. Давай вот так вообще. Кабарет в академии, да? Чтоб как вы там говорите. Пилотка. Я помню, как звездам предложили съесть противных волосатых личинок. Тогда Миша чуть не остался без пальцев. Теперь то, за чем я пришла. Я хочу сказать, что несмотря на все, что я сказала про Мишу, я рассмотрела в нем, честно, многогранную и талантливую личность. Он поет, ведет, шутит, выпускает продукты. Его клипы стесняются смотреть при других людях. В общем, Миша, ты Бузова. Представляешь. Я посвящаю тебя Бузову. Аплодисменты. Ты Бузова. Кстати, возможно, ты выглядишь как та самая Ольга Бузова, на которую бы повелся Батруха. Да, я посвящаю тебя Бузову. Ты и я. Вместе нас уже полтора. И скоро мы захватим этот мир. Всем спасибо. Спасибо за посвящение, Оль. Спасибо большое. Действительно, кстати, Миша, очень на тебя похож. По крайней мере, грудь у вас одного размера. Знаешь? Ой, вы смеетесь над неактуальными шутками. Не, почему? Почему у него большие сиськи? Вы знаете, что Михаил, это лишь маленькая часть его жизни. Большую часть сейчас жизни занимает Супер Жорик. И у этого Супер Жорика есть композитор. Человек, который придумал почти все песни музыкально оформил. Вы не поверите. Это Гарик Мартиросян. Спасибо за разогрев. Мне ли привыкать подниматься со дна, Оль? Миша узнал, что я буду выступать на прожарке у него. И лихорадочно, подбирая слова, просил меня в телефонном разговоре, в Телеграме, чтобы не прослушивали. Не шути жестко. Please. Обещал. Обещал. Обещал выполнить свое обещание. И решил, что... Разве я обещал не шутить жестко про тебя? Из моего рта? Прекрасного рта, Миша. Ты знаешь все об этом. Не прозвучит ни одной гнилой шутки, друзья. Ничего плохого я про тебя не скажу. Но за меня скажет мой водитель. Олег. 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 Ну это же прожарка, надо, чтобы кто-то что-то сказал. Да. Олег, пожалуйста. Здравствуйте. Однажды Гарик Юрьевич Мартиросян пошел в туалет, и из него вышло что-то из чистого-чистого золота и набрало 100 миллионов просмотров на Ютьюбе. Когда Супер Жорик выходит на сцену, сначала появляется он, и только через минуту его задница. Олег, паузы. Делай между шутками. С выражением, Олег. Супер Жорика и Ольгу Бузову выбрали ведущими шоу «Звезды в Африке», потому что надеялись, что их там сожрут. Подожди, пусть поаплодирует. Олег. Если... Папец. Иди, заправься, жди меня. А теперь серьезно, я же серьезный человек. Когда меня позвали на съемки, позвонили, я подумал, что меня опять зовут в жюри. Ну, в последнее время меня, если куда-то и зовут, то в жюри. Ну, и на стрёмное интервью. Последний вообще мой конек, в последний. На день рождения я тебя звала. Оль, я говорю о событиях и мероприятиях, на которые я хожу в итоге. Помоги мне. Мои люди. Обнимать, а не касаться. Почему ты, показывая букву «Л», вертикальную линию делаешь двойной, а горизонтальную единичной? Можешь мне объяснить? Меня в ГИБДД просто спрашивают, почему две сплошные. Не, вообще, я всегда думал, что это два в парадной, а один в шоколадной назначают. Ты же это показываешь. Мои люди, ну вы в курсе. Вы слишком глубоко мыслить все. Все гениальное. На поверхности. Что это за буква? Оль, это буква «Л». Молодец. «Л» — «Лов». «Лов». Love. Любовь. Love. Love. Ты про любовь, а она про плов. Я «Лов». Ты имеешь в виду вот эту? All you need is plov. Как я люблю, когда ТНТ-4 попадает на 100 тысяч долларов из-за Битлз. Но есть же другие песни, бесплатные, которые принадлежат народу. Мало половин, мало-мало-мало-мало Видишь, я называю любые ноты, но попадаю в них Это специфика этой песни Смотри, мало половин, мало-мало-мало Я открываю мир Не подпускайте ее в музыкале Вы тронете У вас что, не работает? Оль, пианино так звучит всегда Уже 300 лет после Баха Все вот так и звучит Ты знаешь, кто такой Бах? Да знаю, Бах и все Комон На самом деле, издалека, когда Гарик так делает нижним тазом Заткнись Я понял Это только три ноты без аккорда Я уверен, что ты даже... А если она сейчас нажмет еще и аккорды? И я ее нажму 28 октября в Крокусе Вот это да Именно эти Звучит как похороны музыки У меня тут были заготовленные шутки, но они сразу автоматически стали неинтересными Но я их скажу Вдруг тебя, Оль, вырежут из эфира В смысле, вдруг? Просто... Я хочу сказать про формат прожарки, про ваше шоу, Илюш Дело в том, что я, если говорить честно, слежу за вашей программой В год выходят всего четыре прожарки в течение года Я считаю, что вам надо связаться с представителями книги рекордов Гиннеса Потому что это самый серьезный запор на телевидении в истории человечества Но я вижу, что вы с этим запором удачно справились Потому что Супер Жорик вышел, наконец-то И он находится здесь, в студии Значит, я хочу сказать два слова про Супер Жорика Как композитор Супер Жорика Большой респект тебе, Миша Потому что я, работая с тобой, столкнулся с большими сложностями В воплощении образа самого Супер Жорика Поверьте, очень сложно купить золотой пиджак в детском мире Реально большая проблема Сейчас я вам хочу раскрыть секрет, друзья Значит, я написал песню для Миши Называется она «Золото» Я написал ее совершенно в другом стиле Я сейчас хочу впервые, чтобы восторжествовала творческая справедливость Сыграть в оригинале эту песню Дорогие друзья, под ваши аплодисменты Изначальная версия, от которой отказался Миша Галустян Она меня манит Она меня ранит Как на поле брани потерять Готов рассудок я Словно в кителе кармане В золотом капкане От любви готов Я на опрометчивый поступок В первый раз ласкала мне очи Обреклаж на том балу Сердце бьется, что есть мочи Я шепчу вам Жем Богу О, Монзьё, кто это? О, Монзьё, кто это? О, Монзьё, кто это? С кротким выагнцем Обликом Схожая Браво! Гарик Мартирацян Бомба Это оригинал Это оригинал Это оригинал, который тебе спросил Бросил Гаррика Да, это со слов Гаррика То, от чего я отказался Сейчас я спою его версию И даже какаясь чурчхеллой Люблю тебя почти как нарды С тобой хочу я секси делать Играть с тобой в твой шарик Бильярдный Не будь по-братски только псиной Бегу к тебе, роняя шлёпки Садись мне прямо на вот щетину Своей прекрасной гордожёпкой В первый раз смотрю на твой тицка Разорвались мои трусы Что ты сделал, паразитка? Всё закончилось, неси Ой, мама, кто это? Вой, мама, что это? Ты вся моя Верхняя зуб Из доля-та Ну как можно было такое предложить? Блин, это хитяра, Гаррика Как можно было такое предложить? Ой, мне до сих пор нравится это И в итоге я сделал синтез этих двух композиций, друзья И получилось вот что Она меня манит Она меня ранит Я уже на грани, мама, сумасхождение Я в её кармане В золотом капкане Я к любви попутал русские предложения Ты раз такое случилось Сам себя не контролю Моё сердце застучилось Я походу I love you Вой, мама, кто это? Вся Иисусального золота Золото Ой, мама, кто это? Ой, мама, кто это? Вся Иисусальна, золото, золото! Это все неправда, Соболь! Я эту песню придумал, если Гарит серьезно. Азамат Мусагалиев. Привет тебе, Азамат, я не знаю, где ты сейчас. Спасибо за песню. Странно, когда Гарит начал нас поднимать, я себя почувствовал группой USB. Мне было похуй, я такой, типа... Начал танцевать. Да нормально все. И Лех, ты очень классно выглядишь. Когда ты стал, начал танцевать, я обратил... Ты знаешь, как выглядишь? Как будто Эминем сфотографировался, и фото не проявилось до конца. СМЕХ Все, спасибо, Илюш. Спасибо, аплодисменты. Гарик Мартиросиан! Гарик, спасибо! Спасибо. Спасибо, что пришел, Гарик. Спасибо тебе. Круто. Я попрошу всех поторопиться немного, потому что Гарику завтра нужно вставать в 5 утра, занимать место на лавочке во дворе. Я уже на лавочке. И называть молодежь наркоманами, шизофрениками и тварями. Так, ну что, а теперь самое сладенькое и при этом волосатенькое. Кстати, если Миша умрет, то он попросил его не хоронить и не кремировать, а просто завернуть в лаваш и отдать птицу. СМЕХ Небесная шаурма. Встречайте! Человек, которого любит вся страна, да и мы тоже. Миша Галусян! Пришло время моего ответного слова. Вот, а нет, это не то, подождите. Скажу честно, мне, значит, ответное слово помог написать Илья Соболев. Илья, с твоего позволения, я немножечко подредактирую. Беру шутки ниже пояса. Чуть-чуть вот так вот. Так, чуть-чуть не смешные шутки тоже уберу. Лятые. Так, шутки уберу, которые могут оскорбить. Так. Вот уберу шутки про Гаррика Мартира. А, я их уже убрал. Так, все, сейчас прочитаю то, что осталось. Всем спасибо, всех люблю, вы классные. Все, да, это все, ребят. Действительно, вы все классные. Я не хочу про вас какие-то опускающие шутки. Это абсолютно не моя органика. Я люблю позитивный юмор, который не обижает, который восхваляет вас всех. Ну, это еще не конец, в любом случае. Я хочу сделать то, что, ну, наверное, будет считаться за гранью в этом шоу. Я, возможно, там, фанаты этого шоу у меня, там, накинутся на меня. Я хочу сделать то, что еще никто не делал. Спонсорская интеграция? Нет, я хочу добавить прожарку, немного позитива. Я хочу подарить вам цветы. Действительно, принесите цветы, раздайте участникам цветы. Спасибо. Цветы вам всем, от меня. Ребята, действительно, вам спасибо большое. Кто-то из вас первый раз, наверное, эти цветы получил, а первый раз он, как обычно, запоминается навсегда. Поэтому спасибо вам большое. Слушай, Миш, спасибо, это правда нам? Да, это правда, я вам подарил цветы. Вы хорошие, вы классные, вы смешные. Я не хочу про вас плохо шутить. Спасибо вам всем большое, что пришли и посмеялись. Миш, а я хочу, знаешь, что сказать? Все люди, которые сегодня тебя жарили, испытывают к тебе любовь. Представь. Это правда. А Настя и Андрей еще и влечение. И мы... И мы благодарим тебя, что ты пришел к нам на прожарку. Михаил Голустян! Спасибо. Гарик Мартиросиан, Ольга Бузова, спасибо! Гарик. Спасибо огромное! Субтитры подогнал «Симон»